Мне, конечно, эти итальянские очень нравятся. Фокс? Эти. Экстрема-рацио. Экстрема-рацио. Экстрема-рацио, да. Я от них прям тащусь. Есть у них ничего. Мне, конечно, такой километр денег стоит. Ну, я же, кстати, разрабатывала 12-я дивизия подводного спецназа, который сейчас в Паргезер организовал. Иван звать, да? Да. Сейчас Иван нам какую-то штуку будет делать. Я даже название-то забыл, как называется. Мой рогу варить. Как кого варить? Кую рогу варить. А что это такое? Это такой чай, который, в общем-то, изобрели, можно сказать, случайно, как все величайшие открытия, наверное, которые были сделаны на земле. Всему виной был случай. То есть купили чай, повезли его в мешках на лошадках императору в Пекин. И, значит, попали сразу под дождь, мешки намокли, человек гнил, привели вельможи. Открыли. Он говорит, что за дерьмо гнилой? Он говорит, ну, как-то надо было выкручиваться, чтобы голову-то не оторвали. Сказали, ну, вот новый чай, так сказать. Он говорит, ну, давайте накатите мне этому чаю. Значит, ему накатили, он получил некую бодрость от этого, которая обусловлена как раз, видимо, теми грибками, которые образуются в процессе гниения. Надо сказать, что это стопроцентное ферментированное чай, стопроцентное гниение. То есть там нет чужого, не остается. То есть, грубо говоря, просто гнилой цей чай получил? Нагухово. Там нет ни кофеина, ни таурина, вообще ничего нету. Его можно пить, как китай говорит, с сердечником, трезвенником, язвенником, беременным, детям, кому угодно. У него нету, это единственный чай, у которого нету противопоказаний, как таковых. Вообще нету. Мы так понимаем, что это редкая штука, да? Редкая штука, редко сегодня условится тем, что, ну, понятно, что чай – это растение, это лист. И было бы так все хорошо и просто можно было в теплицу сделать здесь, в коммунарке, вырастить чай, сгонить его и получить такой дорожий чай. Но нет, как во всем, важно место. То есть, нужны три горных массива на границе с Мьянной. Вот там как раз чай, который там произрастает, он обладает, видимо, при ферментации, вот выделяет эти пять видов грибковых. Я как-то заморачивался на институт иммунологии, знакомым отвозил иммунологам его, они мне его там анализировали в заваренном виде, в чистом виде. Они высели мне эти грибки и какие-то названия даже написали на латинском языке. Сказали, что сами по себе эти грибки ничего не значат для организма, но именно когда их пять и когда они в каком-то, видимо, процентном соотношении друг к другу устраиваются, получается такой эффект. Опять же, он не на всех такой эффект может действовать, все, видимо, зависит опять же от флоры, фауны внутри там, не знаю у кого. В общем, я встречал людей, у которых на самом деле пуэр, как принято говорить, не брал, но не было эффекта от этого пуэра. Кстати, название чай получил в том же диалоге с тем же вельможей, который попробовал вот этот гневой чай и сказал, здорово, а как говорится его название. Покупали его на чайном рынке в городе Пуэр, где-то в двухстах километрах от того места, где он произрастает. Город до сих пор есть, до сих пор называется Пуэр. Ну, вот тем торговцам, видимо, что пришло местное на ум, это вот воспоминание о том чайном рынке, где они брали этот чай, что город назовался Пуэр. Они говорят, Пуэр, пожалуйста. Поле для махинации громаднейшее это чай. То есть в Китае все, кому не лень делают пуэр и называют его там, вот смотрите, 25 лет, вот 30 лет, вот 40 лет. Не имеет значения, сколько Пуэру лет, если он не оттуда, откуда нужно. То есть если он не из этих трехгорных массивов, неважно, сколько ему лет, это будет днилое дерьмо просто, который пить нельзя. Но это в лучшем случае, если повезет. Если не повезет, его опрыскивают чудоэфедрином, чтобы людей штырило и были какие-то прям, ну, такие нереальные впечатления о Пуэре. А в более дорогих подделках с претензией на там какую-то историю, действительно там многолетие, туда добавляют и потяжелее вещи, чем просто пиэтоэфедрин. Пиэтоэфедрин удобнее, потому что он не является наркотиком, не дает тесты, никакие его не показывают. Он сужает сосуды, и человек чувствует некую шум в голове, там еще что-то. Кстати, первый признак, по которому можно определить поддельный Пуэр, это налет. Когда пьешь, во рту образуется налет на небе, на языке, то есть ощущение шершавости. Можно на это ориентироваться, потому что настоящий Пуэр падает внутрь, как мыльная водичка. Я имею в виду не по вкусу мыльная водичка, а по ощущениям, то есть он проскакивает прям на ура. Я сейчас завариваю немножко не классическим, нетрадиционным способом, я его варить буду. Варку эту заварил некий старик, он его заварил, по-моему, уюй или ууй, теряется вообще в каких-то веках. Это способ варки с сохранением кислорода, воды и подготовки чая к развариванию. А, собственно, вот это и есть чай? Да, это вот он. Посмотрите, вот он чай. И что-то такое похоже, какая-то трава. Ух ты сняла. Это вот, это гнило чай. Они сейчас пытаются воссоздать ту ситуацию, в которой он сгнил. То есть они насыпают большую кучу вот в цеху, где-то полтора высотой, обливают водой все это, накрывают мешковиной, пытаются воссоздать ту ситуацию, в которой он гниет. Гниет непрерывно. Гниет, да. И, значит, таким образом, где-то это вот лежит 2-3 месяца, потом его рассыпают по мешкам, он какое-то время еще вот гнивает. На девушке простым языком говорит, да. И потом его прессуют в некие плюшки с какой-то историей, которая весит 357 грамм. Есть полукилограммовые кирпичи, есть килограммовые кирпичи, есть камни. Мы с тобой хвалили в тот раз, это отходы производства. Но это такой самый цинус, его называют, чайный самогон. Мы сейчас варим часть плюшки. Как проверить, вероятнее всего, можно проверить только если прямо там и купить? Нет, на сегодняшний день, например, фабрики, которые выпускают реально хорошие плюшки, они его закрывают, например, вот там в плен еще впечатывают. Клеймо какое-то. Клеймо, более того, это клеймо, оно имеет вот такие полоски, как на деньгах, то есть он таким образом защищается от подделок. Да, но это вот когда речь идет о достаточно дорогих. Ну вот, например, чайная фабрика номер два, которая сейчас называется ТАИ, где такой домик нарисован, вот кирпич у тебя такой. Они тоже защищаются также, но они все свои чаи так защищают. А это что, второй сорт уже, да? Да их много, на самом деле. Ох ты ж елкий пал. Это вот без защиты, но эта реплика удивительного очень чая, он называется Хон Пхи, что в переводе как взятка, но не взятка, а у них есть такая традиция, они раз в год могут открыто своим начальникам дарить подарки, и вот эта традиция называется Хон Пхи, вот он так назван. Такой чай в десятом году взял золото на фестивале в Гуанчжоу. В десятом смысле две тысячи. В десятом, да. И вот мы его сейчас будем пить, вот он сейчас здесь. Вот здесь, кстати, плюшка достаточно нестандартная, у него четыреста грамм. Кстати, очень помогает метанию ножей, на самом деле, да, Дим? В круглой энергии столько появляется. Хочется метать и метать. Вот. Иван, а вы ножи тоже метаете? Да, мне нравится. Я вообще люблю ножи. Иван, можно на «ты»? Да, конечно. Ага. То есть ты тоже любишь ножи метать, да? Люблю ножи метать. Я вообще ножи люблю. Надо будет посмотреть, как ты это делаешь. Я всегда, когда есть возможность, смотрю, как другие люди это делают. Иногда что-то интересное можно посмотреть. Я сам все время нахожусь в процессе. Поиск чего-нибудь интересного. Ну, я уже заметил такой чай. Я про него никогда не слышал, не видел, а тут оп, прям вот он. Сейчас будет процесс, который… Даже, правда. Скажем, это отдельно. Ага. То есть тут далеко еще не все просто так. Нельзя его как попало. Как попало, нельзя его заваривать. Надо как-то там… Вот я смотрю, тут газовая горелка на маленьком огонечке горит. Ну, он не на маленьком. Ну, так, не на сильном, по крайней мере. Так бы он уже давно бы скипел. То есть это не важно, какой огонь. Ну, нам важно сейчас вот, до процесса появления пленков, немножко взять воды на то, чтобы… Так это же чайная церемония настоящая. Обалдеть. Боевых условиях? Боевых условиях, да. Значит, нам нужно немножко воды, чтобы погасить чуть-чуть кипения. А, я понял, чтобы он не бурлил больше, чем надо. Да. Вот там. Дальше мы ждем появления неких пудырьков, которые называются рыбьи глазки, мелкие такие. То есть, если технологию нарушить, будет уже как бы и не то, наверное, да? Не то будет, да. Ага. Все ощущения будут еще развалиться. Ага. Помимо технологического, еще и вид создается ощущение, что он процесс, да. Некого, да, таинственного. Где там уделяешь время, и как бы… Все остальное немножко ждет, и чай в этом плане… Благодарный напиток. Елки-палки. А я тут, думаю, сейчас надо самое интересное снять, снять. А тут самое интересное, совершенно неожиданной стороны. Раз. Во как. Жизнь всегда так. Первый раз я вижу, чтоб чай заварили как-то, так вот, по-особенному. Процесс выбегла. Да я уже смотрю, что тут… Не, не, пока еще нет. Да, да. Ну, еще пока нет. Вот пока, пока еще просто вода, но она там зашиверилась. Сейчас говоришь китайцы, должен появиться некий. Они называют шум ветра в соснах. Шум ветра? Это не это случайно, там уже какое-то движение? Ну, это движение, оно сейчас будет уже как раз озвучиваться. А, еще и звук. Я пока… Вот это рыбьи глазки, да? Вот они начинают, да, вот там маленькие подниматься рыбьи глазки. Мы для того, чтобы этот процесс входит, заливаем туда воду, которую мы отлили. Она дает некое перемешивание, такое. И вот сейчас эти глазки пойдут активнее. Так, сейчас тут еще раскурение сигарь, или это позже? Ну, это такое нечисто. Вот он сейчас поедет интересно. У нас здесь приготовлен выброский чай, к заброске. У меня приятель Александр Герцен тоже обожает сигары. Что-то он мне про них рассказывал, я ничего не понял. Он говорит, такие вот хорошие, такие плохие. Мы про них можно много рассказать. Да, да, да. Ну, тоже такое утверждение, на самом деле, спорное, потому что, это как говорится, что сказать, французское вино хорошее. Ну, если я пошути. Помимо французского есть еще чилийское, есть африканское. А мускат белого камня крымский тоже по-своему интересен. Я в Крыму сейчас полгода был, мы про мускат могли сказать. Вот, пошли. Так. Это что? Такие крупные. Иначе делается вот такое движение. Вот так вот все. И туда раз. Ай, ёлы-палы. Поэтому вот этот процесс, вот этот момент, его очень сложно поймать, на самом деле. Когда вот в таком, в такой кислородный взрыв можно выгрузить подготовленный чай. То есть, именно в кислородный взрыв, как ты сказал. Только так. Я, если честно, я не большой специалист по чаю. Я не верю тебе, почему. Мне кажется, ты очень… Я большой специалист. То есть, найти. Я поисковик хороший. Меня называют охотник за чаем. А вот эти вот все… У меня есть куча знакомых, которые там… Даже у них специальная одежда какая-то. Они там всякие пасы делают, на дубках играют. Ну, это уж совсем фанатики. Они как-то умеют вот это все очень красиво подать, продать, еще что-то сделать. Я же делаю в основном это для себя, для друзей, для близких, для процесса вот таких мужских посиделок. Ну, в конце концов, в любом случае лучше, чем у кого-то. Ну, кстати, да, это единственный чай, наверное, который дает здоровье. Все чаи немножко забирают. У всех чаев есть какие-то противопоказания. Какие-то чаи там воздействуют на кровь, на сосуды, на давление. Какие-то чаи на почки, на печень, какие-то на живот. Все чаи имеют, кроме Пуэра, имеют как раз, ну, как бы запреты врачей в случае каких-нибудь заболеваний. Вот этого чая, ну, правда, это не относится к нашей медицине. Ничего про этот чай, в общем-то, не знает. Она его, я думаю, вот он пошел, 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 пошел. И что это значит, что вот он пошел? Здесь фактически как кофе процесс. А, вот. Это уже готово или еще будет что-то? Нет, все, это уже готовый продукт. А, вот все, достаточно быстро, но нужно все очень тщательно сделать. Да. Тут нужно быть готовым. Это все носинка посоветовал? А? Терлан, нож. А? Терлан, нож. Мой нож. Это Пуэрка вам сать. Леха, тогда давай, а чай? А тебе из моих любимых ножей вот это? Да, 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 вот именован из его Cold Steel. Прям вот, все в нем прям чисто. Не знаешь, за что, за что, куда, то ли чай снимать, то ли нож. Все интересно. Все в теме. А у Федина любимый Sogranger был. Ну, такой, да, рейнджер. Вот мне его ножик достался. О, папарацци. А, ножики хорошие. Вау. Климок просто. А я такой видел. Это вот у меня... Ага, я его в руках взял. Он очень удобный. За счет душевого рукоятка на нем. Прям вот. Это тот? Да, это он Sogranger. Такая обрезанная. Вот эта вот нижняя гардер. Ну, это холодняк. Вот этот вот. Они поставляются не холодные. Ну, в смысле... Там подрезанная, ага. Да, да, да. Но, тем не менее, сама у себя паялка такая, что мне кажется... Тут она очень плотная. На перчатке хорошо. А, вот эта тема 95 пелтанина. Он же тоже с резиновой. Шикарная штука. Большая у него гарда. А считается холодняк тот еще прям. Угу. В общем, да. И М-105 там он покороче немножко. Вот этот тоже один из лучших ножей я считаю. Красивый снег. Только аккуратно. Не спеши. О! Ёлы-палы. Ну, все. Тут полный комплект. Самое главное, тут вот в клубе и атмосфера такая красивая. Так еще вот, видите, такие штуки здесь бывают. Вообще. Прямо название-то не придумаешь. Винтарь и девочки. Такое элитное чаепитие. Ну, нормально по-мужски посидеть так. Ножечки посмотреть. Вот, кстати, можно. А вот в тему, да. О, ножом. С стволом. Вот так его сделать. Ну, это быстро начали. Это уже, да. Это уже особенности. Да, да. Раз уж тема сегодня нажимаем. Да. Мы сделаем вот так. И надо какое-то время, чтобы он стоял, да? Да. Немножко пусть постоит. Буквально пять минут и можем наступать. Вот это про хвост дракона или это вот как раз? Вот это закрученные пузырьки. Вот это называется хвост дракона. Точно. Да я же говорю, в тумажовках страдаю, у меня тупо не очень. Я буду сюда подсобрать. Прямо это изложение. Да, да, да. Все очень логично. Кстати, сейчас я попробую. Я, по-моему, тебе, да, отсылал эти. Отсылал тебе вот. А, плантация? Да. Да. Диплантация, вот я хочу показать. Здесь фотография, где... Вот. Вот памятник пуэру, который находится вот в этих горах. Это на территории второй государственной фабрики бывшей. Она сейчас Таин называется. То есть тут какая-то лошадь. Из бронзи лошадь, вот крестьянин везет на лошади, мешки с чаем. Как раз вот этот процесс, когда он попал под дождь. Так, Иван, ты там был сам фотографировал, да? Да я там все время. Вот так, кстати, музей пуэр. Как все время? Я там пару раз в год точно бываю. Дело в том, что он настоящий пуэр очень... Вот мы здесь выясняем. Иван, а какая-то страна-то? Китай, да? Китай, да. Угу. Вот он, собственно, процесс ферментации. Вот процесс имитации вот этого мешка. Это верняк вот этот вот чай. Потому что там, как говорится, на месте... Вот эту дорогу... Настоящий. И он там, ну, достаточно горячо. Видел, где собирали, видел, где гноили. Да, 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 да. Вот они, эти горы. Ага. Где вот все это дело растет. То, что есть какие-то камни пуэр... Камни, это отходы. Вот они. Это вот когда вот эта куча вся ферментируется. Это отходы. Это отходы. В хорошем, в хорошем смысле. Ну, вот во всей этой куче процентов 2-3 уйдет вниз такими чайными соками, свяжется с чинками. И получится вот такая вот некондиция она называется. Ее, как правило, разбирают работники фабрик, поскольку плюшку из нее аккуратно не сделают. Они достаточно твердые такие. Подожди, плюшку как ее делают-то? А ее прессуют уже. То есть просто берут какую-то массу, насыпают и запрессовывают? Да, есть специальные формы для запрессовки. Есть специальные... Пар прогоняется через плюшку. Ну, это уж совсем как-то так. Сейчас я покажу где-то у меня было видео с хлоприками. Там, правда, снимать нигде нельзя. Ну, я там как бы настолько часто бываю, что они мне, да, разрешают это делать. Вот. Давай. Идет процесс порисования. Вот пар. Вот они туда кладут в форму. Тряпочку с чаем, в которой отменено вот эти 357 грамм. Ставят на пар, пар прогоняется через нее. И под пресс. Не много. Сейчас она 367 грамм. Вот не занимался еще этим вопросом, в следующей поездку выясню. Откуда удевать этот? Откуда удевать этот? Все тогда отрешить часть синера. Такие процессы. Ну, вот. Смотри. Какой-то тряпочки что-то. Ну, да. Это такая многоразовая тряпочка, чтобы вот как раз эту форму держать. Отсюда и получается вот эта выдолбленка внутри плюшки. Угу. Угу. И бумажечки вон они кладут до прессования. Угу. 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 Это вот, ну, поднимаемся в эти горы. Там на самом деле седой, туда заехать невозможно. Там фактически непроходимые дороги. Вон он включил все мосты, которые только могут быть. Вот такая вот дорога на Панжан, это центральная гора, где самая лучшая вот чай для... Вот сейчас вы едете туда, где-то все растет, да? Ага. Это где-то с пяти километров органистов нянут. Ну, такой экзотик, обалдеть. Да, очень интересно. Там все они так живут. Полуфеодальный какой-то строй прям. И... Многие люди не имеют... Документов, каких-то паспортов, еще чего-то, то есть там... Ну, например, что интересно, самый верхний поселок на этой горе называется Вао Панжан, Старый Панжан. И там около шестисот жителей, они живут в таком полуфеодальном, полусоциалистическом строе, в неком самоуправлении. И они там все, что собирают, а это где-то три урожая в год, они продают его фабрикам. И то, что выручают, делят ровно на всех жителей деревьев. И вот по инсайдерской информации внутри, которую мне дал человек, который там ведет закупки, доход каждого жителя примерно миллион юланий в год, плюс-минус. Это где-то 12 миллионов рублей на наши деньги. Хорошо. И они, в общем-то, не совсем понимают, куда их девать, что с ними делать. Правда, они вот начали там сыновей куда-то. Я уже видел, был в среднем, когда они сыновей отправили в Англию учиться, например. Почему? Ну, учились в других странах, изучали другие языки, изучали... Кто будет потом куэр делать? Не, они, ну вот, к сожалению, да, меня немножко грустно было потом все это дело слушать, если что вот. Я думаю, что, конечно, экзотичность этого места со временем потеряется и тратится. Не знаю, сколько лет еще все это будет, но пока есть. Делаем запасы, ездим. Пока интересно. Но, вот, если честно, на сегодняшний день, опять же, по той же инсайдерской информации, внутренней, только пять фабрик сохранили сегодня чистоту продукта. Пять. На весь Китай. Это иголка, стоги сена такая, что я просто другого пути, как кроме личного присутствия, я при покупке не вижу. Да, это самый короткий путь, чтобы купить настоящий чай. Подделывают все, подделывают вообще просто вагонами. Естественно. А что не подделывают? Его просто столько нету, сколько сюда привозят. И, на самом деле, он очень дорогой. Вот, ну, вы видели, да, дорогу, который туда ведет? Слышали? Процесс, да. Процесс достаточно сложное изготовление. Он не может стоить, как здесь я вижу в Москве, например, там 600 рублей 100 грамм. Он не может. Он там столько не стоит. Ну, в смысле настоящего. Я не знаю, что они продают, но это не пуэр. И, в лучшем случае, они будут выглядать для здоровья в виде, там, суженных сосудов и еще чего-нибудь. Да, ну, рассказ вообще меня очень сильно впечатлил. Нажим уже метать сильно, видимо, не будет. Нажим. Нажим. Хорошо сидим. Сейчас. Сейчас пыр, я думаю, да. Нажим тоже на памятника. Да, что... Напиток энергичный. Сейчас прихожу пыр, скорее всего, как раз вот эти вот ненастоящие попадались. Ну, сейчас будет возможность сравнить. В 45, да. Да. И действие, и эффекты, и вкус. Чай я пью давно, зеленый очень люблю. Поэр. Кстати, часть поэра они не ферментируют и дело сохраняют в зеленом. Но он считается на летние периоды, когда тепло. Потому что поэр сам по себе считается чаем, который дает тепло. Открывает тепло в организме. Он меняет состав крови, она быстрее мывает все вокруг и как бы чувствуется. Вот в каждых... Сейчас попробуйте, может кто-то заметит. По капиллярам кончики рук, ног, они как бы наливаются теплом. Очень интересный эффект, на самом деле, происходит по пуэра. И такая энергия хорошая, теплая, не дурная. То есть, она такая... Им, конечно, можно напиться так, что будешь там ночью очень много думать, работать. У меня, например, жена, если пуэра попьет, она там в 3 часа ночи может начать мокнуть. И просто ее распирает, ей некуда девать эту энергию. У них это полезная вещь. Ну, я его называю помощником. Помощник? Самой предстоит уважить сына, который приболел, там вирус какой-то схватил. А потом посидеть, поработать за компьютером, кучу документов поставить. Описание документов, писем написать. Вот я заварю чай, и вот сколько бы времени не прошло, я спокойно все сделаю. Так, ну что, попробуем, что это за штука такая. А как его пить? Может тоже как-то по-особенному? Можно. Как правило, с 2-го, с 3-го, с 3-го. Сейчас попробуем, что это за штука такая. Давайте за встречу. Да, за встречу. Да, давайте, давайте. Можем не ждать. Можем не ждать. Оп, Дмитрий. Оп. Ну что ж, первое впечатление. Запах. Да, он пахнет как-то не так. Лыжной мазью. Лыжной мазью, говорят, пахнет. Лыжной мазью? Да нет, не лыжной мазью. На самом деле хороший пуэр, он нормально. Он же в земле ферментируется, поэтому он землей пахнет. Ну, я такому не пробовал никогда. Это точно. Извините. Посмотрим, что будет. Будешь на жир сдвигать с первого раза. Да, с первого раза. Я тоже надо съехать. Попробуем. А что, от количества чая эффект усиливается или нет? То есть надо чуть-чуть выпить или можно все? Без разницы. Да, мне кажется, его надо пить по ощущениям. Нравится, пьешь. О холодном, горячем. Ну, не холодном, точно. В градусах все это идеально. Сейчас мы пьем немножко горячего. Вот он любит кислород, ему лучше вообще вот так вот стоять. Вот, например, когда идет заваривание в классическом стиле, то есть там наливается в чашу справедливости, переливается, вот он как раз теряет в части градусов, в части градусов глину забирает, которые не нужны. И получается. Здесь же просто варка. По-хорошему, конечно, ему постоять там минут 30 без крышки. Он будет идеальной температурой. Ну и 30, нужно 20. Железные крыши на голову. А вот повторное заваривание? Нет, повторное не варит. Не варят, да? Вот если мы заварим вот так, его можно было бы раз в 20 проливать очень долго. Он очень долго дает черный, вот черный настрой, цвет. Наварка делается всегда один раз. Как и в термосе, еще способ в термосе. А тут, который называют белым пуэром? Белый пуэр – это некий миф. В Китае нет понятия белого пуэра. В Китае есть шэнэшу – зеленый и черный. А белый – это некий, бывает там уже такие маркинговые ходы, когда делают из лепестков чайного дерева, из белого цвета такого. Либо белым пуэром еще называется совсем такой вот бледно-бледно-бледно-зелененький пуэр с маленьких двухлетних кусочков. Он такой с цветами, беловатый, но сил в нем нет. Мы его называем «дя девчонка». Вот первое впечатление, да? Вот очень-очень-очень, и вот это можно очень долго говорить, необычный. Я такого никогда не пробовал. Вот что я могу сказать? А как это описать? Я даже слов не могу. Ну да. Это теплый чай. Он такой вот теплой обстановку делает. Она пол внутри делает. Но, кстати, очень хорошо его у женщины чувствуют. У них, видимо, основное воздействие идет внизу, в кишечнике. А как быстро оно наступает, это воздействие? Быстро достаточно. То есть вот пока пьешь, уже наступает? Да. Значит, у меня уже, наверное, что-то наступает. А я наступает, а еще не знаю. А я наступает, а еще не знаю. А я наступает, а еще не знаю. У них центр энергетики здесь, где они детей унашивают. И вот они могут Ваньку сказать, фу, что там, типа, загадость. Налили. Попить, попить, и минут через здесь сказать, какой изумительный чай. Вот они у них там что-то, видимо, внутри какая-то гармония наступает. И они уже на этот чай, они его чувствуют не по запаху, а по ощущениям. Вот я сейчас понимаю, что… Я много раз это сталкиваю. Что вот… Первое, что у меня сейчас – недоумение. И вот что-то такое начинает… Эффект, как от водки, если поскорее. Да, это он. Вот именно вот этот эффект. Да, да, да. Прям быстрый. Быстрый. Да, да, да. А, то есть ты пил настоящую чай. Я узнал, я прям вспомнил его. Да, да. В голову вот так… Тык… Как шарю. Тепло такое доброе. Да, да, да. И вот обратите внимание, к концу чашки, особенно на кончике пальцев, рук, ног, везде тепло появляется. Это за счет того, что кровь везде быстрее начинает пирать. В общем, мне понравилась интересная история про чашу справедливости. Потому что классический КПР пьется и разливается по… Там такие стопчики маленькие, глиняные. Если просто из чайника разливать, получается какой эффект? Что первому чайку достается… Мене заваренный. Мене заваренный. А последнему самый концентрат. Так вот, в Китае часть церемонии… Там мне какой-то статус. Не-не, здесь у нас все уже в одном. У нас справедливый чайник. Да, справедливый чайник. А, справедливый чайник. Вот там сначала из чайника чай переливается в отдельную чашу, которая называется чаша справедливости. А уже из нее потом, уже с одинаковой концентрацией, равномерно все. Плюс она как раз забирает лишние там 10-12 градусов, которые позволяют его сразу пить. А, это я в Вазбуке покупаю. Это какие-то кукурузные, самоуничтожающие. Не в глобус гурме. Сейчас я покажу, кстати. Вот у меня вот здесь в сумке в одном кармане зеленый пуэр, а в другом в кармане черный пуэр. Я покажу сейчас разницу. А почему они не в плюшечках? А, это такие, это выпущенные в честь десятилетия фабрики. Ух ты, это юбилейные. Это юбилейные, да, такие. Я так понимаю, их как визитки раздавали в 12-м году. Иван, а что, вот на этот чайник вся плюшка ушла или нет? Не-не-не, кусочек. А, кусочек всего лишь, то есть всю плюшку, если выпить, вообще хорошо в этой плюшке. Там тоже они в плюшечках, да? Нет, здесь они в квадратиках. Ну, кстати, особо матерые чайханщики, они даже говорят, что форма чая влияет на вкус. То есть, если это кирпич, то это одно, если это... Вот, например, вот этот зеленый. Потом не прошел процесс ферментации, его сразу, как купили, пропустили через пару, запаковали. А вот этот прошел процесс, вот этот метод важного скильдирования, если правильно его называть. Их разница вот такая. Вот совершенно одинаковое сырье, просто один прошел ферментацию, а другой не прошел. Вот черный пуль, зеленый пуль. А который из них который? Вот этот черный. А, ну типа как по цвету. Да. Ну ясно. Однако. Однако. Ты будешь удивляться. Да. Как же я теперь, после этого чай-то буду обычно пить? Обычный чай, так и будешь. Обычный чай имеет свою прелесть. Классический вкус, который там привит с детства, который... Запах совершенно, запах совершенно какой-то вот такой. Кстати говоря, вот в Крыму сейчас мне таксисты там подсказали одну историю. А мне предстояло долгое путешествие из Крыма в Москву обратно. Двое суток в итоге я ехал, потому что я в Ростов заезжал, там еще там в Воронеж заехал, переночевал. Почему они говорят, кофе не пей, когда дальние поездки на дальних. Не пей кофе, потому что час будет нормально, а потом все, потухнешь. А вот крепкий чай завари себе покрепче и потихонечку пей, пей, пей его. Купчика такого черного. Слушайте, а я по неопытности уже почти все выпил. Это надо же, наверное, медленнее было пить. И ты, значит, спокойно доехал без всяких вот каких-то нервов? Кофе сам по себе, на самом деле, это такой достаточно ядовитый напиток. Меня вот как только повезло в жизни, я больше года жил в Бразилии, и я ни разу не видел, чтобы они кофе пили без молока. Они его только с молоком разводят, иначе это быстро болезнь желудка, с отсудов начинается, еще чего-то. Они все время на кофе. Без молока не пьют. А вот и тальяшки наоборот. В Италии я был все без молока и такой причем. А давайте еще. Можно попробовать. И потом разговаривают быстро, так громко. Что это такое? Ну вот слов не подобрать. Запах вообще, запах совершенно необычный. Не-не-не, спасибо. Ну красота вообще. То, что тогда меня угостили, и с тех пор мне не попадался. Попадался в магазинах какой-то типа пятилетний, легкий, но это все полная ерунда. Да это ерунда, конечно. Не имеет значения сколько ему лет, если он не оттуда. Вот он может быть именно оттуда. А для этого, ну вот можно ориентироваться на самом деле вот на вот эти вот полоски. Которые в деньгах запечатывают. Вот на семинаре Сергей Пидосенко у него тоже вот такой. Он его по полной там кидает, швыряет. И он все выдерживает. Да это вообще, это просто топор вот такой. Причем что он не такой, у него толщина не такая, как у метательных ножей. И у него и закалка гораздо тверже, чем у метательных. То есть он по идее при фронтальном попадании должен сломаться. Не ломается. Нет, у него на самом деле 58-59. Но это достаточно высокая. Если больше, то они ломаются прям хорошо, а эти вроде так нормально. Но я говорю про метательные ножи. Они-то вообще 45 где-то откаливаются. То, что выше, вот чуть-чуть буквально больше. И он толстый, ломается спокойно. Игорь знает, как они ломаются. Да, я на выставке один сломал. Причем мы в двух местах одновременно. Мне вот из Йошкараулы прислали очень хорошие. Из Йошкараулы? Да, прислали очень хорошие металки. Скучно, не было. Ох ты ж ела. Штык. Какой-то штык. Пошли вечерний штык. Заканчивается, как правило, все. Ну, пока что. Ха-ха-ха-ха. Слава, стой. Кстати, я его метал, ты знаешь, как ткакается? Конечно, как бешеный будет. Конечно, конечно. Сейчас я попробую. Он, наверное, тяжелый. Да, он толщина-то большая. Да, такой-то, конечно. Давай камеру, я тебя... Давай ты поснимай, а то у меня уже рука устала. Давай ты там операторство. Я хоть немножко наслаждайся. Да, это... Так влетит, так влетит. Вот у меня вот... Но он реально крепкий, а то ведь он дым. Да, да, нет. Я думаю, что еще такой звук хороший будет. Арбалет и пистолет. Такой даже страшно кидать, вдруг сломаешь. Гранаты. Костет. Ну, главное, он не сломает. Вот костет, да. Просто такой можно... Хорошо. Хорошо, то что сломается. Так потихонечку начал кидать, там не был оборот, а потом что-то разошелся. На оборот кидал. И то, что попадал. Ну, конечно, сбить, наверное, можно на крючок ножик-то. Я думаю... Не старался, но... но у него дизайн вот это дизайн он именно на проникающую способность максимально заточить так что он да 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 он будет пролетать игорь мне вчера в честь дня рождения подарил еще три ножа дятлы 3 это новый нож андрея потоцкого а вот сейчас достану презентация сейчас будет и мы хотим снять видео сравнить именно вятича и с дятлом 3 сейчас покажу очень лук глок дмитрий мельникова глок очень нравится и кстати говоря дятел 2 у него насколько я помню как рассказывал сам андрей что он похож на австрийский штык да но и за счет этого у него такая бешеная проникающая способность он кто кто видел наш тест тот помнит ну может это суровые мужики дома не делимся физическими состояниями может там у меня там это болит это болит не наши это все тут встретил его с женой в ресторане в одном и она как подлетел ко мне я ведь так вас хочу назовите мы быть год уже не знаем проблем с сердцем вообще как бы такая нормализация прошла что врачи удивляются откуда такие улучшения год уже без каких-то там приборов живет какие-то приборы все замеряли какие-то фазы сна там установки дыхания почему-то ночью такой видимо эффект по сосудам по сердцу то есть это за счет того что по понедельникам уэрчик гоняете вроде тогда вроде как никаких других целей в его жизни кроме сигарного клуба я напомню что мы находимся в луч на арбалет на ножевом тире скиф пьем прекраснейший пуэр беседы здесь можно прийти пострелять из разных видов винтовок луков арбалетов здесь вас научат метать ножи разными способами здесь можно пообщаться поинтересоваться на разные интересные темы темно тир находится в пяти минутах от метро тёплый стан по адресу деревне манмари деревня дым и мэри дом 8 деревни в мэри дом на территории славянского мира территория славянского мира нет да душевно душевно здесь можно посидеть классно в славянском мире всегда можно сидеть это да что меня удивляет как-то спешность какая-то ушла хочется не спеша все сделать что это на самом деле это чайная сумочка такой балл что у меня вот это да понятно то есть там по ходу что-то много большое украшение настоящее до вечера сегодня иван большое спасибо я я вот еще второй стаканчик вот станет сейчас подожду волна пройдет но мне кажется она что-то только разгоняется главное не пугаться энергия как перераспределять ее можно куда-нибудь складировать использовать на следующий день можно направить на лечение какого-то больного органа у меня на съемку все уйдет походу на съемку потому что руку держу она не устает со штатива это не 70 нужно вот именно рукой потому что я меня привлек лет 12-13 назад вот я где-то поймал вот такой эффект как он ты мне стало интересно я начал это чай где-то искать когда не больше большого количества чайных магазинов я помню где-то там продавали хорба такой как наркотики какие-то я искал там него там привезли камни какие-то там на камушке да да и надо ехать камушки покупать там эти я потом подумал что я буду вот так вот щемиться искать непонятно кто чего привез поеду на место вскрою обстановку проведу аналитику разберусь вопрос конечно это как бы звучало слишком смело потому что китай он совершенно здоровенный но потихоньку приехал там первые три недели пожил на улице мальяндау обладил свечами мандазины и понял что надо лететь в пампас туда на место потому что там на мальяндау как в москве кто во что гордаться лишь бы продать и там уже приехал начал туда ездить познакомился с совершенно потрясающими людьми которые вот именно фанаты там есть один главный технолог он вообще 10 лет варил пуэр так называется варить пуэр варил пуэр для армии китайской армии есть свой пуэр своя фабрика да то есть они своих внутренних вещей они варят чай его оттуда переманила в общем одна женщина который тоже увлечена чаем они открыли фабрику литва хай девизом сделали он что прежде всего именно качество именно натуральность и поскольку они люди которые вообще никуда не торопятся и скажем так женщина это для нее тоже эта фабрика не как средство существования скорее как хобби и в штате вообще называют в штате кумине называют большая сестра она там очень много заниматься строительностью приемных деятелей она супруга главного силовика этого штата из очень там такой гинастийный богатой семьи и в общем они этим чаем занимаются больше для поддержания традиций для самобытности штата да то есть это вот лучшее что есть в штате и когда в кумин прилетаешь в аэропорту это понятно что все стены увешаны там плакатами фотографий с чайных церемоний с гор какие-то гниты и гор ведь горы имеют деревья на которых которые там растут более тысячи лет с них тоже собирают пуэр да ты кусты чая которым больше тысячи лет да и с них тоже собирают чай его тоже продают правда на него на него очередь года на три расписано собирают всего 10-12 килограмм в год и пьют его только зеленым его ни в коем случае не варить считается кочунством вот сожалению моего видимо пока уровня не хватает чтобы восторгаться этим чаем для меня лучше вот такой сваренный а еще лучше камни я вот тут просто не знаю это самое что что интереснее вот этот сам вкус чая или рассказ о нем а когда все вместе это все как-то так 2 потому что если просто дали попробую я бы сказал что-то такое вот чай а когда рассказывал просто послушал обещая скобы да круто но ну хрен начином такое а тут и послужил и попробовал и пойми что оно должно быть вместе программу вложить и рассказали начинается путешествие в себя да 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 просто такое на ощущение уже прочувствуешь как потекло пальчики эти у индейцев у шаманов у них 4 не четыре стороны света как у нас опять 77 77 а 7 точно то есть это север-юг-запад-восток вверх вниз а седьмая точка это вглубь себя внутрь тут у меня может батарейки неожиданности поэтому я сразу хочу в кадре большое спасибо сказать за такой интереснейший рассказ и вот за этот уникальный чай я сейчас похоже вот венчивает в этот впечатление круто круто просто круто он рассказал вообще так интересно за не оторваться выловлен да 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 причем такой видимо уже этот прожженный ты человек такой махровый охотник за чаем да прям я как раз поскольку тоже это удалось удается сделать не средствами вставания таким хобби я есть там чайный магазинчик в интернете но все что там продается она тратится на покупку нового чая я уже ему ну-ка ты мне скажи пожалуйста как этот адрес бутик чай . бутик чай . руб отлично ну все теперь все это обижать и фотографии то есть фотографии с выставок с церемонии с фабрик отлично отлично там есть способы заваривания есть кстати там есть в новостях последняя ссылка очень интересная там вот про пять фабрик что я рассказывал которые соблюли на следующий день чистоту продуктов они там их логотипы представлены в новостях отлично можно будет отлично по шпаргалке ориентируя потому что это много всякого а тут из первых рук все узнали что прямо оттуда это все что тут уже как говорится вариантов нет это другие как бы стороночка сразу вас послушаешь так и хочется чай фапись и ножики покидать и ножики покидать а 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 Субтитры создавал DimaTorzok